Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вот он собственной персоной. Итак, лидер серии А итальянского чемпионата Миланский Интер. Правда, лидерство в последние несколько недель чуть-чуть пошатнулось. У Интера вообще сложная полоса. Клуб вылетел из Лиги чемпионов. Да и в чемпионате тоже подпустил к себе Рому на опасное расстояние 4 очка. Сейчас даже стало уже 3, потому что сегодня Рома сыграла в ничью с Каллери 1-1. Ну а Лацио пытается вести борьбу за попадание в зону Еврокубков. 10 очков до этой зоны Лацио не хватает. 10 место. Отрицательная разница забитых и пропущенных мячей. Но у себя на поле Лацио играет, как обычно, сильно. Вот, собственно, такая диспозиция. Может быть, какие-то еще соображения у Андрея найдутся на сей счет. Мы знаем, что Лацио не любит играть в обороне и не очень удачно играет там. Тем более с такой атакой, наверное, и нужно, как можно чаще атаковать. И Пандев, и Рокки, и Бьянки умеют завершать усилия партнеров. Интер с позиции сильного не должен даже в гостях играть от обороны. Поэтому будем надеяться, что нас сегодня интересный футбол ждет, который вот уже начался. Но если считать Пандева за форварда, то 3 нападающих у Лацио ожидается. Правда, вот по разным схемам, которые нам удалось найти на разнообразных сайтах, поставлен Пандев на край полузащиты. Посмотрим. И, кстати говоря, все 3 названных форварда очень результативно играют. Пандев забил 12 мячей. Дальше Рокки тоже 12. И Роланда Бьянки 7. Правда, Роланда Бьянки поиграл, по-моему, уже в этом сезоне, даже в английском чемпионате. Успел и вернулся потом. У Интера сегодня отсутствуют довольно значимые фигуры, но давно уже не играет Луиш Фигу. Патрик Виера не сможет сыграть опорный полузащитник. А также Оливье Дакур, Вальтер Самуэль и Иван Кордоба. Пока штрафной еще готовят футболиста, успею сказать, два центральных защитника. Поэтому линия обороны у черно-синих довольно основательно подверглась перестройке. Штрафной, между тем, ну, недоволен, конечно, бьющий, потому что выскочил из стенки кто-то из футболистов Интера и бить помешал просто-таки. Тут этот знакомый нам Маниш, как всегда, решил схитрить, выскочил раньше удара и сумел помешать полетом мяча в сторону ворота. У Интера можно сказать, что после неудачного матча против Ювентуса, проигранного со счетом 1-2, довольно серьезной перестройке состав подвергся. Но, во-первых, Хулио Круза нет нападающего. Во-вторых, отсутствует, честно говоря, мой любимец Эстебан Камбьяса в роли опорного полузащитника. А поскольку нет и француза Патрика Виера, то вот Маниш будет играть в этой зоне. Как ему это удастся, и в сравнении с потрясающим совершенно Камбьясом, в принципе, может быть, у него тоже бывают какие-то черные дни, тем не менее. Вы знаете, как активно Лацо начали, не дают возможности перейти в центр поля, отбирают мяч на чужой половине, и пока Манишу с товарищем приходится трудно. Вот, кстати, он на ваших экранах, пожалуй, впервые переходит Интер на чужую половину поля, и ни одного удара еще лидеры итальянского чемпионата не нанесли, чего не скажешь о Лацо. Лацо активен, Лацо пытается атаковать, и, наверное, это правильно. Терять, в общем, нечего, кроме своего 10-го места, а 10-е место потерять очень хочется, особенно заменив его на нечто более приличное. Прекрасный удар по воротам, выше перекладин, переводит дух Жулио Сезар. Хорошо, к мячу приложился 24-й номер, Лацо. Кристиан Лидес, аргентинец. Лидес, на которого, кстати, мы тоже предполагали, будет ли он в составе или нет, но, как видим, что вышел и играет свою роль в команде. Ну, также были сомнения по, кто же будет в составе, будет Мудингай или еще кто-то. Но вот мы видим, что именно такой состав сегодня Делю Роси предложил, и пока очень активно взялись за дело. Посмотрите, 4 минуты, и Интер практически не видит мяча. Ну, может быть, это излюбленная тактика Интера, сыграть на контратаках и подловить соперника, а тем более тот буквально сам засовывает голову в пасть льва. Интер в состоянии воспользоваться такими подарками, а подарки наверняка возникнут особенно, наверное, с течением времени в этом матче. Кстати говоря, скажу, что по статистике, Миланский Интер очень активно забивает с 10 по 20 минуту и с 30 по 40. В принципе, у Интера вот эти отрезки игровые, в которые забиваются мячи, они распределены более или менее равномерно. И тем не менее, вот наиболее ударные, это с 10 по 20 и с 30 по 40 в первом тайме. Отчетно, команда пытается решить проблему сразу, не откладывая это на второй тайм. Ну, а Аласо чаще с 20 по 30 забивает. Поэтому вот у нас ударный отрезок, наверное, очень скоро и поджидает, минут через пять. Хотя статистика вещь обманчивая, как в той поговорке, есть ложь, есть отъявленная неправда, а есть статистика. Вот Николас Бурдис был на ваших экранах, именно он занял аниматерации, позицию центрального защитника. И пока справляется со своей ролью. Длинная передача вперед в расчете на рывок Креспа, который, ну, в этом сезоне не так часто в составе, но когда появляется, радует своих поклонников, а почитателей его таланта достаточно, как в Аргентине, так и в Италии. Так у нас, наверное, в России. И это не его сильная сторона. Он может подкараулить мяч штрафной и одним движением, касанием переправить его в ворота. Вот это его конек, что называется. Соглашусь полностью. Ну, вот Алексей вам сказал, о последнем матче Интера довелось мне в Италии как раз быть. Ну, не на самом матче, но отношение к матчу Интера и Ювентус впечатляло. Вот накануне Пасхи, представляете, вроде бы все с семьями общаются, но когда была игра, во всех заведениях люди смотрели футбол, люди перезванивались, скидывали смс-ки по ходу матча, который для Интера складывался очень сложно. Они проигрывали 2-0, потом забили мяч, имели еще возможность отсквитать счет, попали в перекладину, и был еще полумомент. Но и в то же время Манчини тоже, наверное, правильно сказал, что никакой трагедии не произошло. Мы потеряли просто те очки, которые могли добрать, и будем набирать эти самые очки в следующих матчах. Тем более, что и Рома играет не очень уверенно. Опять же, подчеркиваю слова Алексея, вроде бы у Интера неудачи, да, на европейской арене в Лиге Чемпионов они выпили. Вот посмотрите, вроде бы ни шатка ни валка сейчас в чемпионате. Ну а Рома, она прошла в следующий раунд, у нее впереди следующий этап Лиги Чемпионов. И посмотрите, что творится у себя на внутреннем чемпионате. Ничьи, ничьи, потери очков, причем с соперниками, которые до матча считались, наверное, слабее, чем претенденты на Скудетто. Все равно Интер проиграл ничтожно мало. Еще один удар по воротам Интера. Всего лишь два матча в чемпионате, это потрясающий показатель, чемпионский по истине. И для того, чтобы все-таки победить Интер, Лацио придется сегодня сил приложить очень и очень немного. Это Роланда Бьянки наносил удар по воротам. Кстати, скажу пару слов о Роберто Манчини. Манчини в сердцах после поражения в Лиге Чемпионов заявил о том, что он после окончания сезона уходит из команды. Потом попытался взять свои слова назад. Но, видимо, уже всходы эта фраза довольно неприятная для него дала. И президент Интера Маратти уже, как сегодня было сообщено, ведет переговоры с Жозе Маурини. Самый знаменитый безработный тренер на сегодняшний момент. Словом, возможно, тренер у Интера все-таки после окончания сезона сменится. И будет это португалец. Впрочем, его сватали во все команды. И в Ювентус сватали, и в испанские клубы. Предложений у него предостаточно, будет выбирать. Скажу более, у ФЦСК сватали тоже, пока Валерий Георгиевич не продлил контракт. Посмотрите, Интер перехватывает мяч, удаляет своих ворот, занет и подключается. Но мы видим, что Лацо играет все-таки три форварда. Хотя Пандев, ну, номинально, конечно, будет закрывать бровку, помогая своим игрокам на середине поля. Но вот в атаку, посмотрите, вот трио рвется. И, наверное, слишком узко, да, были все три нападающих. И, может быть, стоило разбежаться пошире, тогда была возможность уроки для передачи поточнее. А тут защитники прочитали его замысел, и мяч перехватили. Да и в такой ситуации очень трудно на ход дать. Потому что фактически за спиной находился у партнера игрок Лацо, и в спину ему и давал. Но чуть правее делал передачу, и в результате мяч попал в осенье к тому, кому он хотел, вне игры. Крэспа как раз открывался на грани офсайта, получил мяч, но уже за этой самой гранью. А вот, к слову, о Маурине. Более того, он уже с агентом пролетал, он на переговоры, беседовали. Ну, чем закончилось, к сожалению, не знаю, не присутствовали мы с Алексеем. А хотелось бы. Ну да, не мешала бы информация. Это ключ ко множеству всяких достижений. Бехрами нарушает правила и возвращается на свою позицию. А вот он чистый отбор, очень хороший. Причем Нельсон Ривас продемонстрировал свое мастерство. Ибрагимович снова в составе. Хотя говорили, что у него травмировано колено. Более того, доктора клуба пытались уговорить руководство, чтобы Ибрагимович не вышел, по крайней мере, в стартовом составе. Но начальство решило иначе. По поводу этой полемики вообще ведется разговор, что Манчини жестко раскритиковал своего доктора, кстати, который тоже щадящий режим создает. И в Милане, видимо, сейчас такая мода критики на докторов. Дело врачей. И у черно-красных тоже на врачей накатывает Анчилотти. И у черно-синих такая же картина. Но, в принципе, понятие Ибрагимовича можно, наверное, конечно, усугубить травм накануне чемпионата. Где, в принципе, шведам, кстати, нашим соперникам по группе, много авансов очень дают. Хорошая передача. Мне, кстати, кажется, ой, не достает Бехрами быстрый. Было понятно, что будет передача туда на дальнюю. И Хамика готовил уже ворваться туда, в эту зону. Сильвестрий ждал его, да? А не успел ли бы он головой достать мяч? Вопрос такой. Может быть, Алексей, на самом деле, удобнее было прыгать вперед. Смотри, Сильвестрий посмотрел, поднял голову, увидел, что нет пока игрока. И сделал лишнее движение в середину. И только потом сделал эту длинную передачу. Хотя была возможность до этого сделать пас. Там Рива застрял, а положения вне игры не было. Он как бы один оказался позади линии защитников. Вообще интересно, как сегодня будут действия. Потому что Бурдиса, ну, понятно, что опытный футболист. Понятно, что знает, как играть. Но все-таки вот прошедшую игру Матераса играл. Хорошая стеночка, как и опаснейший момент удар. И вот он, Креспо, это его. Вот он, Креспо. Одиннадцатая минута. Ничего не предвещало. Потеря мяча в середине поля. Быстрый ответ. Игра в стеночку. Такая прозаичная комбинация. Консервный ножик. Прострел с фланга. Стыл оборону просто в два хода, в два движения. Ну, мы вот опять беседовали по поводу болотных, конечно. Пока вы видите повторку, посмотрите еще раз. С тем, как здорово открывается. Футболисты. Станкович пошел навстречу. Нет никакого офсайда. Врывается с фланга. Прострел. И Креспо забивает мяч. Там на дальний еще и Маниш замыкал эту передачу. Болото практически не выходит из ворот. Об этом знают все. Знают, наверное, Манчини и его подопечные в большей степени. И вот мы с Алексеем тоже беседовали и говорили о том, что если будут фланговые прострелы и навесы, очень сложно будет Латьяле сохранить ворота сегодня в неприкосновенности. Несмотря на то, что даже играют дома и активно начали. Все-таки эпизод этот был проигран не болотой, несколько раньше. Потому что голевая атака совершенно очевидна. Было несколько вариантов у Майкона для передачи. Но мог попробовать спасти. Вот так скажем. Против Майкона вообще сложно действовать. Мы уже много в репортажах подчеркивали, что в этом сезоне просто замечательно выглядит этот футболист. Вспоминая его игру во Франции, нельзя говорить о том, что он всю бровку закрывал. Да, здорово действовал в вороне. Отбирал мячи. Да, подключался к атакам из рака. Но в этом сезоне, что он творит в Интере, он постоянно эту бровку обрабатывает, постоянно отбирает. Вот мы видели уже несколько перехватов. Так еще посмотрите, как позитивно действует в атаке. Поклонники кружевного футбола в восхищении, конечно, от этой комбинации, я уверен. Сезонная оборона, посмотрите, во время стандарта закрываются все позиции во Вратарской и в штрафной площади. И вот они разбегаются. Футболисты Лацио, розыгрыш. Неудачная передача все-таки. Перемудрили. Лидесма навешивает на угол Вратарской. Опасно! Будет быстрый ответ, интересно. Да, слегка, конечно, я переборщил с нагнетанием ситуации. Перехват, и все-таки Жулио Сезар успевает. Мудингай бил поворотов. Да, похоже на то. А нет, это Усман Дабо все-таки. Не Мудингай бил поворотов. Дабо в составе, да, шестой номер. Вот, 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 долго очень мы как раз по этой позиции стирали и писали исполнителя. Но мы видим шестой номер, Дабо на поле. Именно он перехватил мяч. Ну, кстати, по стилю игры очень похоже. Да, оба жесткие, оба любят эти вот единоборства и чувствуют себя в них как рыба в воде. Ну, Дабо и в Англии поиграл, и показывал точно такой же футбол. Если я правильно помню, за Манчестер Сити он выступал. Рокки, посмотрите, как борется. Встретил его сейчас Ривас. В недозвольном приеме еще и так в челюсть зафиксировал. Ну, хотел уж совсем легко пройти. Просто сквозь игрока соперника. А это не всегда позволяется. Вы знаете, вот меня, честно, Рокки своим желанием, своей отдачей потрясает. Но не выдающейся техники футболиста, да, не выдающихся физических данных. Ну, как же он любит, хочет и умеет играть в футбол. Он борется за каждый мяч, он пытается сделать несусветное, догоняет любые мячи. В борьбе, ну, хотя, вот, назовите мне его самые сильные качества. Какие? Только, наверное, желание и характер. А таких футболистов очень тренеры любят всегда. Ну, и, наверное, просто понятно, что только за один дух, наверное, еще вот эту капитанскую повязку можно ему отдавать. А сейчас не было вне игры. На пятердан, Креспа? На границе офсайда. И сразу появилось разнообразие в игре «Интер» в нападении. Потому что мне представляется, что все-таки Хулио Круз и Златан Абрагимович воруды одного плана. Техничные, высокие, хорошо играют головой. А вот Креспа такой живчик, постоянно двигается. Они все-таки довольно, может быть, в последних матчах статично играли и тот, и другой. Хотя достоинство их несомненно. А вот Креспа как раз добавил движение в атаке «Интер», как мне представляется. Вы знаете, в Италии шутят, что «Инзаги» и не умеют играть в футбол. «Инзаги» и «Креспа». Но Креспа, может быть, в большей степени чуть-чуть умеет. Но смысл в том, что эти форварды, они умеют забивать мячи. И это, наверное, самое главное достояние, которое должно быть у форварда. Опять же, переводится мяч с фланга на фланг. Майкон подбирается к странной площадке. Посмотрите, как его оставляют один в один. Вся зона свободная впереди. Пожалуйста, иди, продавливай. Смотрите, снова. Никто не открывается в эту зону. И тут же Станкович, который ему очень здорово помогает. Но вынуждены были вернуть мяч в линию защиты футболиста «Интера». И попытаться уже другим флангом идти вперед. Максвелл. И левый защитник тоже активен. Кстати говоря, в нескольких матчах на этой позиции играл Кристиан Киво. Но сейчас силой тренерской мысли он передвинут на позицию в центр поля. Но мы с вами помним, что Торрес там сделал, когда Киво пытался левым защитником выступать. И Максвелл ему в этом не помогал. К чему это все привело. Поэтому, ну, дабы, наверное, избежать вот этого. Не то, что позора, но чтобы слабые качества румынского хава не показывать, не демонстрировать. Манчини все это понимает, поставил его на позицию центрального полузащитника. И там он, опять же, чувствует себя здорово. Мы это с вами видели. То есть одного комбьяса, получается, заменяют двое. Киво и... Фактически, да. Еще учитывая, что Маниш там работает, все-таки и Дзанетти. Но вот этот трио, они отрабатывают там очень серьезно все. Но за счет активности крайних защитников количество игроков в центре поля нивелируется как бы. Оно все равно остается довольно значительным. Вы знаете, я вот вспоминаю, когда Манчини пришел только в Интер. И сейчас даже, вот если все равно даже посмотреть на поле. Ну, Майкон и Максвелл, они просто заполняют эти бровки. А фактически игра, сейчас после этого удара, наверное, Маниш, он нанесет его все-таки, да, наносит, болото на месте. Фактически Манчини играет без фланговых полузащитников. Так, у него он очень любит. Помните, когда только появился еще в составе Станкович, и Верон был, и они выходили на позиции фланговых. Никто не мог понять, зачем же это делать. А вот любит он такую игру. Ну, это модная схема. В Европе она находит приверженность. Но для этого нужно иметь защитников, которые могут сделать этот объем работы, который Майкон, да, выполняет. И тот же Максвелл своим перемещением. Плюс ко всему нужно, чтобы умели играть в футбол. Вот эти масса центральных игроков, которые в середине поля могут не только запутать соперника, но и друг другу мешать. Навес в штрафную. Рива сцепляет мяч. Так, чтобы полегче стать, видите, скинует все лишнее. А Жюльо Круз готовится к подаче кальча Дангала или углового. Игра чуть-чуть подуспокоилась. Вот где-то к 20-й минуте. Но обратите внимание, вот сказал я, что Интер охотно забивает с 10-й по 20-й. На 11-й минуте голос состоялся. Так что статистика на сей раз не соврала. А Лацио с 30-й, так что можно пока до 30-й, наверное, поклонникам голубых или небесно-голубых, да, пойти отдохнуть и прийти к 30-й. Ну, как раз, да, есть некая пауза для того, чтобы перевести дух. Майкона сейчас балом Бахрами. Бахрами третий раз нарушает правила. Посмотрите, на 19 минут у нас с вами идет, а уже три нарушения. Да, Майкон, пожалуй, самый активный. Недоволен, конечно, выражает Бахрами свое негативное к нему отношение за то, что произошло. Но надоело ему, потому что в основном Бахрами фалит против как раз Майкона. Но об отношениях римских и миланских клубов, наверное, все болельщики, которые в это позднее время следят за чемпионатом Италии, знают. Вот здесь не было положения унигры, но далековато мяч посылался. И вот даже Тотти, да, в одном из интервью сказал, несмотря на то, что им очень нужно, кому им, Роме и Тотти, нужно, чтобы в этом матче потерял очки Интер, он сказал, что Лацио никогда... Я за Лацио болеть не буду. Да, не будет никогда и удачи не будет желать им. И болеть не будет никогда. Ну, мы прекрасно знаем примеры и в нашей стране, и в других странах, вот такое вот отношение между клубами. Но, как мне кажется, оно добавляет перса чемпионату, оно не оставляет никого равнодушными. Интересно на это смотреть. Пандев здесь нарушает правила в борьбе с Занетти, а вот реакция Манчини на этот эпизод. Манчини, кстати, играл за Лацио и тренировал Лацио. И выигрывал с Лацио, между прочим, Кубок Италии, когда, в принципе, было очень сложно это сделать. Там и кризис был финансовый, и футболистов, как таковых, ну, скажем так, форий класс, то есть высокого уровня не было на тот момент. И именно там он первый такой шаг серьезной тренерской карьеры высокого уровня, как сейчас он работает, сделал. Но, кстати, опять же, был где-то прочитан за последний день, что ничто не связывает его с Лацио. А как же болото, стоящее в воротах? Ну, ведь он с ним играл, и работал, и тренировал. Интересно, как Горинча с болотой не играл? Да, наверное, да. Если вспоминать, только еще футболисты, игравшие по системе W, наверное, с болотой не играли. Все остальные, кто серию А прошел, с ним участвовал в совместных матчах или тренировках. Да, Лероси нервничает. Нервничает, это понятно. Опять же, простите за те вот, не знаю, анонсы, которые мы вам давали, говоря о том, что Лацио не умеет играть в обороне. Не умеет, не любит. И вот вам доказательства. Единственная комбинация, которая закончилась ударом-поворотом, привела гол у Интера. Ну, удивляться тому не стоит, потому что уколы Интера, они, может быть, и редкие, но зато крайне болезненные. Кстати говоря, Интер перешел к игре вторым номером. Обратите внимание, опять команда отошла на свою половину поля, как это было в начале встречи. Ну, и предоставила Лацио возможность вот таким образом атаковать. Навесы, прострелы, переводы. Пока это все не очень опасно. Несмотря на довольно неожиданный вид центра обороны Миланского Интера. Ну, в принципе, заменившие того же Матераса, который потерял место в составе после поражения от Ювентуса и травмированных Кордебы и Вальтера Самуэля. Вот эти парни, они довольно неплохо играют. И Нельсон Ривас, и Бурдиса. Вполне уверенно, они смотрятся, по крайней мере, вот на протяжении этих 20 минут. Ну, мы понимаем теперь, почему, да, называют интерсборной мира, и почему, в принципе, в Манчине есть вот эта возможность делать турновер, как называют в Италии, когда меняется сразу большая группа игроков. Ну, у нас это называется полномерная ротация, когда одни игроки выходят на одни матчи, другие на другие. Ну, вот пока, по-моему, Лацо Бьянки очень пассивен, хотя мы знаем этого агрессивного форварда, он любит, но вот один удар он нанес, после этого как-то не видно его. Рокки пытается найти свободное место, открывается под все эти навесы. Смотрите, защитники включаются у Лацо в атаке, ну, наверное, счет обязывает. И угловой заработал, кстати. Выше упомянутый футболист. Ну, что ж, может быть, стандарты Лацо помогут. Потому что, если игра не идет, то на что же еще рассчитывать? С интером сложно. Посмотрите, 9 человек в своей штрафной, тот же Ибрагимович, в росте не уступают, позиционно очень грамотно. Посмотрите, как располагаются, вот все мы видим. На ближнюю штангу игрок не ставится, стоит только на дальний защитник, и остальные закрывают зону. Вот дальний удар, но для Сезара это подарок. Да даже как-то и не удар, а такой наброс скорее. Под мяч прямо наносил удар 29-й номер. Да Сильвестри это. Сильвестри Лацо. Он парочку навесов сделал отсюда, и сейчас, мне кажется, двойное решение было. Знаете, футболисты иногда принимают первое, потом меняют его на другое, получают что-то посередине. Вот и сейчас получилось. Сначала вроде бы нога опорная ставилась как будто для удара, а потом вот голеностоп так уже заворачивался, чтобы сделать передачу. И получилось не удар, не передача, а в руки Сезара просто мяч пришел. Занайте в центр на Манише, тут направо, а там все тот же Майкон. И опять танцует он против игрока Лацо, наконец смещается в центр, мяч не теряет. Собрал вокруг себя двоих полузащитников римского клуба и все-таки добился штрафного. Ну, вы знаете, вот обычно тренеры говорят, что габаритным игрокам с места обыгрывать не нужно. Посмотрите манеру обыгрыша Майкона. Он подкрадывается к игроку, останавливается, встает напротив него в расстоянии полтора метра, начинает вот этот танец, раскачивая его, ждя, пока игрок делает шаг навстречу. И потом с места стартует и уходит за счет взрывных своих качеств. Обычно так играют футболисты небольшого роста, такие взрывные, а вот Майкон, несмотря на свои габариты, пользуется этой техникой. Видимо, до такой степени хорош именно в этих первых стартовых шагах. И у мяча подача, сброс. И неплохо, но болото забирает. По-моему, он не хотел наносить удар. Если бы он добрался до мяча, в более комфортной ситуации он бы скинул. Полностью согласен, потому что мы видели эти комбинации, уже не раз разыгрываемые Интером. Когда идет подача на дальнюю, сброс вдоль линии вратарской, туда набегают все футболисты. Поэтому мы так с Алексеем уже по-эстетски раскладываем комбинации стандартные Интера. Но вот видите, насколько на пользу идут просмотры и комментарии матчей серии А. Очень многому можно научиться. Многим стандартам, которые, скажем так, проходят. А дабой вообще не точен в передачах. Опять же, мы говорили об его сильных качествах. Он может отбирать мяч, он может выиграть единоборство, он может закрывать зоны, играть без мяча. А с мячом-то брак великоват. И Брагиновича пока что не видать. Ну, Севилья, скажем так, сконцентрировался на опеке восьмого номера Интера. И, как правило, один не бывает в сверху. Розетти дает побороться, несмотря на то, что сейчас явный контакт был. И, по-моему, рукой придержали Станковича. Майкон перехватил, но отдал неудачно. По поводу глобализма мы тоже уже имели беседу. Здесь очень интересно. Швец с фамилией Брагинович, бельгиец по фамилии Бундингай. Бехрамия с именем... Косовар. Он родился в Косово, хотел выступать за Албанию, но что-то у него не сложилось. Переехал в Швейцарии играть теперь за сборной этой страны. Но имя у него вполне швейцарское. Валон. В мировом футболе все и происходит. Ну, у шведов вообще редкостная пестрота с фамилиями и именами. О, как неплохо-то, а! Бехрамия скачал своего соперника, на замахе умрал. Но передача опять не точна. Три эпизода мы видели, три подачи. Одну из них снял головой Ривас. Сейчас защитники друг друга подстраховали. И уже на противоположном фланге Максвелл забрал этот мяч. Совсем у Лацио нет отбора после потери. Брагинович, внимание! Удар! Болота забирается. Ну, два и два. Сейчас опять не подобрался и не подобедал, как говорят. У нас, в нашем чемпионате, сейчас на этот подбор успею первым. И на 27-й минуте счет бы мог быть уже 2-0 в пользу гостей. Но пока все сохраняется, как было. А вот Рокки. Рокки, который всегда ищет момент, всегда идет до конца. И сейчас два защитника, понадеясь, друг на друга пропускали мяч. Бурдиса и Ривас. И 2-2. Остановим мяч Рокки. Выход один в один получался. Рокки ни на кого не надеялся. Бежал до конца и правильно делал. Передача в никуда. Креспа занялся не своим делом. И передача поперек закончилась аутом в пользу соперника. И опять Интер отошел назад. Сплеск был небольшой. Ибрагимович вышел. Нельзя сказать, что один на один. Ну, скажем так, половину на одного. Вот так вот. Знаете, ну, критиковал я оборону еще в начале чемпионата, когда просто посмотрел даже заявку Лацо. И не собираюсь брать свои слова обратно. Посмотрите, как действует. Ну, может быть, да, до Сильвестра ходит вперед. Да, Сивили пока очень внимательный. Но все равно, как только освобождаются форварды Интера, они постоянно выходят на удар. Вот три комбинации мы видели. Три закончились очень опасными моментами. Плюс ко всему Раду... Ну, это вообще спорно. Вот этот левый защитник, да, в атаку ходит. Да, неплохая левая нога. Но большие-большие проблемы. Он нам показывает эпизод, когда Рокки мог выйти на РНДУ с Эдером. Кстати говоря, сейчас очень неплохую передачу выдал Усман Дабо. Штрафную. Пандев не сумел мяч обработать, но от этого пас хуже не становится. Нет, но я-то наоборот хотел подчеркнуть. Он-то делал передачу не на Рокки, правильно, он на Панде его делал. Она просто прошла туда, потому что защитники махнули мимо. Это, ну, не в плане того, что... Ну, все равно Дабо не только на... Я о другом эпизоде, который только что был. А, после этого следующая передача. Как раз где Пандев. Остановил и себе в руку попал. Пандев, мне кажется, немножко, вот как говорят, тоже, опять же, про габаритного футболиста. Пока не в форме, сдулся. Вот он к началу чемпионата, и помните, когда сборная приезжала сюда, как он выглядел. Очень здорово. Сейчас он немножко не в форме. Может быть, даже из-за того, что выполняет больший объем работы, вынужден закрывать вот эту бровку правую. Может быть, из-за того, что просто подустал. Но не хватает вот этой его активности, настырности. Я помню туру пятого, когда они вместе с Рокки рвали любую оборону. Ну, как же было обидно за них, да вообще за Лацо. Потому что практически любая атака заканчивалась опасным моментом у ворот Лацо. У ворот болота бедного старичка. Ну, и сегодня мы, в принципе, то же самое видим. Хороший отбор. Вот Дабо. Вот его. Вот это он. Кстати говоря, Пандев уже свою норму выполнил. В предыдущих двух сезонах он и забивал 11-12 мячей, как и сейчас. А еще ведь не все сыграно. Подчеркиваю, когда мы кресло, да, говорили, я тоже хотел сказать, что свои-то 10-15 он забьет в любой команде, в любом состоянии. И сколько бы время ему тренер не отводил. 30-ая минута. Нет, я так, для статистики, наверное, интересно же знать, как в сравнении с предыдущими годами тот же Пандев играет. В смысле результативности. Ну, а вообще, статистика, в принципе, наука такая закономерная. Она подчеркивает лишь то, что происходит на самом деле. А вот он. Это, скорее всего, бьянки. Нет, Пандев, Пандев освободился слева. А пониже? А может, передачку стоило опять? Вот я про то и говорю. А он бил, что ли? Мне так показалось. Нет, выворачивал ногу для удара. Ну, может быть. Мне показалось, что пас сделал. Объем легких неплохой, наверное, да? Жизненная емкость. Сейчас выдох делал, но вот так. Потому что оттуда удар нанести фактически невозможно. Давайте у Ван Бастена об этом спросим. Правда, с другого фланга, но... Хорошо, мы вспомнили эпизод, который 20 лет назад случился. Конечно, всякое в футболе бывает. А свои половины забивает. Так, опять же, чем и хорош футбол, правильно? Хоть и наука емкий вид спорта, хоть и закономерный. Но исключение, наверное, вот ради этих самих исключений мы так и любим, мы смотрим его. Вот сейчас Креспа, накрой, да, Болото до конца. Скачи мяч в поле. И, опять же, что бы говорили. Хотя Болото пытался сохранить мяч. Пытался сыграть красиво, но угловой там своему отправить. По угловому башку защитнику до Сильвестрия. Не прошел мяч. Но вообще могло быть интересно. Вот интересно, скажет ему что-нибудь Дели Росси вот после этого? Или скажет, ну зачем ты придумываешь? Ты же многое видел в футболе. Вообще, в Италии с вратарями странные вещи происходят. Милане Желько-Калыч играет в воротах. В Лацо-Болото. Рокки хотел заработать фул весьма опасный, но Роберто Розетти ему не поверил. И опять перехват. Очень неплохо. Но только надо атаку раскрутить. Побыстрее. Добо направо играет. То есть Сильвестрия подключается, будет навес. И вот так даже хотел Пандев нанести удар. А Рокки где-то левее располагается. Еще один удар. Там мог ногу подставить Бьянки, да, девятый номер? Пытался, да. И Лидес мы пока не очень заметим. Так вроде бы он пытается участвовать в организации вот этих комбинаций середины. Когда мяч у его защитников, центральных у полузащитников. Но что-то они его игнорируют. Быстрее предпочитают доставить на фланг и подать штрафную. Чем ближе 10 минут к Лацоу, тем активнее играет римский клуб. Ну вот сейчас мы посмотрим. Так, болельщики Лацоу вернулись к телеэкранам. Сейчас Лацоу должен забить. Дабо попадает в Ибрагимовича. И еще один навес. Атака не исчерпанная, тем самым. Кребаре, бразилец, делает передачу на Сильвестри. Вот тут очень какой-то... По-моему, Панди. 19-й Сильвестрий. Да, Панди Панди. Сильвестрий так из глубины. Он немножко погабаритнее, повыше и более размашистное у него движение. Да, это Панди был, конечно. Вот он снова с левой ноги туда забрасывает. Рокки будет бежать. Причем независимо от минуты какая это. Первая, пятнадцатая, девяностая или сто семнадцатая. Ох, хорошо. Он бразильский. Кребаре перехватил, да, а потом ошибся с передачей. Что-то Интер совсем остановился и Манчини, видимо, чувствует это. Пацаны, бровки вышел, дирижирует. Маня сейчас мячом. Ну, может, комбияца выпустит во втором тайме. Догонят Максвелл. Даже Максвелл, простите, Майкот. Опять же, передача-то поперек бывает. Дай чуть вперед, там тот другой получал. Дай чуть назад, спокойно бы получил ее по диагонали. Вот Сильвестра. Интересно, сколько он уже передач, да, сделал в фан сегодня? Ну, еще бы поточнее в штрафную все-таки. Вообще, да, работоспособность потрясающая. У нас, мне кажется, только стойкосты только делал во времена Слуцкого в Москве. Вот тут тоже, как подключится, сразу раз в заднюю зону передачи идет. Раз, подключится, передача. Интересно было, иногда сидишь на трибуне, крестики ставишь, оп, и листочек кончился. А там мы Роман Адамов, Эктор Баркамонте, Макси Лопес. Да. В зависимости от сочетания. От того, кто выходил на поле, да. Бехрами. Рокки. Пандев хорошее открывание делал. Огромная свободная зона справа была. Но надо же было выбраться из-под прессинга, чтобы сделать туда передачу. Ибрагимович. Хорош, конечно, Ибрагимович. Уделал, что называется, двоих соперников. Хорошая передача. И выходит один на один. Креспа бьет. Но Болото ждал мяч именно в левом нижнем углу. Это знаете как... И было понятно, что он туда будет бить. Как в учебниках учат же. Выходишь в дальний угол, низом, в противоход вратарю, который идет тебе навстречу. Во-первых, тут и вратарь не шел. Мы уже говорили, что он привязанный к воротам. Дальше пяти метров от ворот не отходит. Второе. Ну, это, наверное, все-таки не кресповский мяч. Нет? Вот такие вот выходы. Когда он по центру выходит, он может. Помните мяч в финале лиги? Там он забил, подрезав над вратарем. А потом ему далековато было бежать. Все-таки тоже уже не мальчик. А про скорость мы его уже говорили. Ух, какой удар. Русман Добо наносит. И Жюльо Сезар на правах победителя. Разнос устраивает в собственной обороне. Руку-то как выбросил. Ну, наверное, все-таки близковато к центру ворот. Но удар-то могучий. Знаете, ну, наверное, здесь и можно согласиться с вашим разочарованием по поводу отсутствия комбьяса. Когда он в этой центральной зоне, все-таки не дают так часто бить. А сейчас Маниш, Дзанетти как-то расслабились. Немножко. И дают возможность. Маниш как-то давно не впечатляет. Может быть, пребывание в московском Динамо его как-то? Здесь, может быть, предвзятость наша немножко сказывается. Потому что, если рассматривать отдельно его игру, после кучи вот этих повторов, конечно, красивый прыжок. Не казалось вам, что мяч вышел? Был делать, конечно, да. Мне кажется, уже так для красоты футбола достал. Вот если разбирать игру Маниша, то он очень продуктивно действует. Соответственно, наверное, португальским таким, бразильским каноном. Не знаю, как насчет Кинтера, но раз ставит он его в состав, Манчини, Маниша, значит, устраивает его все. Потому что, да, может быть, не так броско играет. Да, может быть, не так остро. Но хорошее количество действий делал. Ибрагимович. Здорово. Здесь с ногами соперника решил. Перебори, стоит пополнить. Близкие вороты нет. Здорово сейчас сделал. Подстраховал, сместился с центральной зоны. Помог, и мяч перехватил этот. Ну, Ибрагимович мог потом сейчас играть. Да, был высматривающим сразу. Смотрите, отсюда пытается один на один. Движения нет почти. Перевод, наконец-таки. Неплохой, очень хороший перевод. Один в один оставляют. Есть возможность обыгрывать. Раду даже не пытается Майкона обыграть. Оставшийся один в один. Вот ответ. Маниш с мячом. Длинная передача на ход. А придержал, по-моему. А, по-моему, не игры был. Севиль. Да? Ибрагимович, мне показалось, не побежал, по крайней мере. Златан, а свисток потом раздался. Да, совершенно точно. Ну, а как по-другому еще с ним действовать? Там не то, что Севиль, мне кажется, должен вообще виснуть на нем. Только так можно его удержать, когда в форме. Ну, вот мы говорили уже о том, что травма у него, может быть, не так ярко он еще и поэтому смотрится. Но все равно 15 мячей он уколотил, да, по-моему, в чемпионате. Из них там 5, по-моему. С пенальти мы сейчас еще проконтролируем. Главой очередной. Лидесман проснулся, ну, не будем забывать, что это 10 минутка идет. Нельзя сказать, что матч без шансов для Латсо. И даже по содержателю Латсо выглядит, наверное, во второй половине первого тайма. Заканчивается 10-минуточка. Выставил Интер. Обманул статистику. Айли. Чуть-чуть еще осталось дотерпеть. Что такое? Кровь, видимо, и заставил Розетти пойти. Или сережка где-нибудь нашлась? Ну, не думаю. Ну, хотя, эти швейцарцы, они все могут. 17 мячей забил Ибрагимович в этом сезоне. И 11 голевых передач. Но это вместе с Кубками или в серии А? 24 матча. Наверное, серии нет. Серия А. Серия А. Только серия. Подходит к завершению первый тайм. А вот сейчас мяч, такое впечатление, что не ушел. Касался линии. И судья второй раз ошибся. Севилья чуть дальше. С Пандевым здесь. С Пандевым, да. И навес. Снова ничем заканчивается. Есть возможность для быстрой атаки? Будет? Нет? Не будет. Прибари перехватывает. Начинает атаку своей команды. Никто во фланг не открывается. Делает передачу на Пандио в центр. Подключает тут защитника. Рокки. Хороший пас. Опасно. А вот подкачистый. Ну, там вместе с ногами. Он и в мяч, и в ногу сразу попадает. Причем в опорную. Только на дно опирался игрок Лацо. Бахрами, да, лежит? Бахрами, да. Уже вернувшись. Смотрите еще раз. Да, нарушение. Вот с этого повтора нарушение кажется очевидным. Задевает ему. Сначала ноги, потом мяч. Рискованно Киву пошел. И больно-то Махрами, потому что он нанес уже удар и попал по подошве Киву прямо по шипам. Это болезненный очень удар для подъема. Но, тем не менее, нарушение было. Ну, что ж, есть право предъявить претензии арбитру Лацо. И успокаивает игру Жулио Сезар, не торопится выводить мяч. Наверное, чтобы перевели дух игроки, потому что момент действительно был. Мог стать определяющим. А был просто опасным. Еще одна атака Лацо по правому флангу. Правым флангом Лацо атакует гораздо активнее, чем левым. Можно играть, показывает Роберто Розетти. Кавьер Занетти идет вперед. Креспа получает мяч. Ему нужно вернуть, конечно, кому-то из своих партнеров. Он выбрал Маниш и идти в штрафную. Майкон. Как не торопливо, да? Интер перешел. И обыграл, тем не менее. Получил мяч. Опять после такой же нехитрой комбинации, но не столь опасной, как в том случае, когда она привела к забитому мячу. Согласился Майкон, хотя он уже после свистка сделал передачу, извиняется. Беседы с резервным арбитром ведет тренер Лацо. В ней игры не было, судя по всему. Там центральный защитник, да, чуть задержался. В момент передачи можно было поспорить с Лайнсманом. Но, коль скоро засвидетельствовали, засвистел свисток, значит, нарушение правил было. Добор. Тоже интересный. Хорошая диагональ направо. Он очень хочет сразу вот отсюда, этой передачи, вывести кого-то один на один. Представляете, как долго все время высматривают. Вместо того, чтобы дать мячу циркулировать, двигаться с фланга на фланг, мы видим повтор дальнего удара. Раду. Подключился, да, защитник. А левый пробил, но намного выше. Стефан Раду. Удар-то получился для порядка, скорее. Нежели для того, чтобы создать опасность чужим воротам. Он, главное, не обрезал, правильно, и бежать не нужно на скорости. Пока за мячом сходят, пока поставят, пока разыграют. Максвелл пяточкой над Занетти. Порадуемся этому красивому моменту, пусть вдалеке от ворот. Вообще рисковал, конечно, Максвелл. Такие передачи часто перехватываются. Интересно. Майкон просто оставил мяч сопернику. Ну, видел, что не догоняет, да, наверное, выпустил уже за боковую. Так спокойно побежал назад. Бурдиса выбивает мяч подальше. По-моему, фамилию Киву мы как-то не очень часто произносили в первом тайме. Ну, до того момента, пока он чуть пенальти свои ворота не привез, вот этим подкатом. Хотя и спасал свою команду. Там не подкатись, уже наносил игрок Лацеву удар по воротам. Брагимович, конечно, хорош. Один в один очень сложно, даже вдвоем против одного. И передача едва не прошла. Собрал пятерых вокруг, вот если подрезал, да, пасом сейчас. Даже можно было не обязательно вот сюда в центр, а туда подальше. Пошире, но противоположный фланг посильнее. Сделать свободную зону и было бы изюмительно. Пандев. Ну, а так никакого изюма, к сожалению, не случилось. Да. Снова заброс штрафную. Роки он перебросил, а дальше никого не было. А Ривес даже так стоя спокойно останавливал, удивляясь тому, что тоже никто не атакует. Тем не менее, перехватов много у Лацева. Сейчас опасный момент. Но это лишнее уже. Гором Пандев, это было лишнее. Слева совершенно никем не опекаемый стоял его же собственный партнер. Роки, вот он замер там в такой позе, что-то такое из Гоголевского ревизора. Немая сцена. Молодец. Сезар не дал ничего уйти, достал его. Но была возможность, да, для другого продолжения атаки. Ну, Македонич решил по-другому развивать ее. Судя по всему, он уже одного обыграл, мяч чуть-чуть от себя отпустил, вынужден был дальше обыгрывать. Так еще и прихватил, мне кажется, пошедший в отбор. Там Майкон или Ривес был, цепанул его немножко, потерял координацию вот эту Пандев. И так по инерции уже катился вперед вместе с мячом. Хороший переход какой. Ибрагимович разложился метр на два сейчас. Телескопические ноги. Хорошо передернул Маниш соперника. И отличная передача на Майкона. Еще один прострел. И... И уже готовился Креспа отправить мяч в ворота. Защитникова опередил. Маниш бьет выше ворот. Здорово. Манишка передача, которую Майкону внешне выкладывал. Прям вход в ногу. Тому не подбирать ничего не пришлось. Прям получил ее на шаг. Голову поднял. И передачу сделал хорошую. Мне кажется, немножко Креспа сейчас зазевался. Они вместе с Ибрагимовичем на дальней остались. И поэтому защитник справился. Кому-то нужно было дергать защитника. Все. Не было добавлено ни единой минуты. Пару секунд переиграли. Команда в первом тайме. 1-0. В пользу Миланского Интера в матче Слацу. Этот единственный мяч на 11-й минуте забил Эрнан Креспа. Вот, кстати, и он. Марати доволен, как мы видели на наших экранах. Еще бы ему не быть довольны. Через несколько минут начнется второй тайм матча 31-го тура чемпионата Италии по футболу в серии А на стадио Олимпико. Лацио принимает Интер. Президент клуба Маратти. В окружении болельщиков, которые счастливы. Да и сам Маратти не скрывает своего удовлетворения. Тем обстоятельством, что довольно неплохо выглядел в первом тайме. Миланский Интер. И забил единственный гол в ворота Лацио. Это сделал Эрнан Креспа, заменивший в основном составе Хулио Круза. После поражения от Ювентуса довольно значительные изменения в стартовом составе сделал Роберто Манчини. И, как видите, результат они принесли. Впрочем, допускаю мысль, что даже если бы играл тот же состав, который и вышел на поле в матч с Ювентусом, возможно, итог был бы тот. Ну, а нам с вами показывали эпизод, когда штрафной валом Бахрами был сбит. И судья Роберто Розетти не нашел состава преступления в игре Кристиана Киву, которого мы с вами видели в составе сборной Румынии в матче против россиян. Но, однако же, придирчивая оценка этого эпизода может говорить и о другом. Все-таки контакт был, все-таки в ноги въехал Кристиан Киву своему сопернику, а стало быть, пенальти можно было и назначить. Даже, я думаю, что более чем с половиной вероятности. Итак, команды сегодня вышли на поле в следующих составах. Иландский Индор. Жулио Цезар, 12-й номер, 13-й Майкон, 24-й Нельсон Ривас, 16-й Николас Бурдису, 26-й Кристиан Киву, 6-й Максвелл, 4-й Хавьер Занетти, 5-й Дежинстанкович, 28-й Маниш, 8-й Златан Абрагинович и 18-й Эрнан Креско. Автор забитого мяча, это Маниш. Роберто Манчини, главный тренер команды. Вот и он. Ну, а Алаццо сегодня играет в таком составе. 32-й номер Марко Болотто в воротах, 29-й Лоренцо де Сильвестри, 13-й Себастьяна Севильо, 25-й Санчо Скрибари, 2-й Штефан Раду, 26-й номер сегодня на поле не вышел, 6-й Осман Дабо, 24-й Кристиан Ледесмо, 85-й Валон Бахрами, 19-й Горан Пандев, 9-й Роланда Бьянки и 18-й Томазо Рокки. Главный тренер Делио Росси. Такой насыщенный диалог между Кристианом Киву и Горданом Креско. Жулио Цезарь не спешит на поле, только сейчас Синиша Михайлович. Друг и соратник Мончини. Ну и тот же Николас Боргисса. Вселенская грусть почему-то в глазах Роберто Мончини. Может быть, прознал о том, что его руководители ведут переговоры с Жозе Мауриню, который специально прилетал в Милан для того, чтобы побеседовать с потенциальными работодателями. Ну а сам Роберто Мончини в сердцах обронил, что хочет покинуть команду после вылета из Лиги Чемпионов. И, слову, не воробей, как известно, вылетит не поймаешь. Вот это же самое и произошло с Роберто Мончини. Роберто Розетти готов к тому, чтобы дать свисток началу второго тайма. Первая половина прошла при территориальном преимуществе все-таки Лацио, я думаю. Но на игровом преимуществе это никак не сказалось. Да, территориально, конечно, владели мячом, хозяева поля. Но если, наверное, считать опасные моменты, голы-то мы уже посчитали. 1-0 Интер выигрывает. Так вот, все-таки Интер более опасен, наверное, более конкретен был в атаках. Причем они были более разнообразны. Помните прострелы с фланга, которые Креспа один замкнул, второй нет. И атаки, когда вываливались на ударную позицию тот же Креспа и Ибрагимович. А Лациале, мне кажется, не хватает немножко разнообразия в атаках. Нет, в основном это атаки Лацио, это навес из фланга, борьба и попытки удара по воротам. А опасные моменты как раз возникают, когда неожиданные передачи получаются. Тот же Рокки вот прокатил Мудингаю, когда можно было назначить в пенальте, арбитр не решился. Нарушение правил... В храме Мудингаю пока отсутствует. Да, конечно. Все время мы хотим видеть его на поле. Ну, мы так долго готовились и смеялись еще перед игрой по поводу этого футболиста и глобализации футбола. Так вот, все-таки, наверное, давая рекомендации защитникам, которые в последний момент выполняют подкаты, прерывая возможность удара в своей штрафной, тренеры говорят о том, что нужно стараться не идти в контакт, не пытаться выбить мяч, не идти в контакт с игроком, который наносит этот удар, а вот таким барьером ложиться на пути мяча, дабы мяч не полетел в сторону ворот, но не давая суде возможности и даже повода для того, чтобы назначить пенальти. Киев уже в этом подкате задевал ногу полузащитника или атакующего игрока, хозяев поля, и поэтому такой этот самый повод дал. Но Розетти решил не назначать, и мы пока видим, что 1-0, и Лацо идет вперед. Бандер свечет. Прерывает Нельсон Ривас эту передачу. Смотри, вот эти передачи в скучную зону в центре штрафной, они не находят адресатор. Алексей, опять мы увидели, да, повтор момента, который мы увидели в первом тайме. Опять очень узкий фронт атаки, три нападающих, все три в куче, и мне кажется, ну, все-таки Бьянки немножко инертен. И вот он нанес один удар в первом тайме, и не так активен был. Борьбы-то особо не выигрывал после вот этих навесов. И если что-то и будет менять Делио Росси, может быть, в этом направлении стоит поработать. Что-то будет Бьянке, да. Но надо сказать, что все-таки в такой ситуации, вопрос такой задаю, наверное, одному из нападающих нужно уводить защитника в сторону, открывать свободную зону. Конечно, конечно, об этом и речь, что все-таки центральный нападающий может быть в ущерб команде, в ущерб, точнее, индивидуальным действиям, и на пользу команде должен постараться с дерном центрального защитника и флангового еще увести куда-то. Если же нет, то он с фланга сам может получить мяч и ворваться в штрафную, правда, под углом. А Бьянке так вот, Рокки делает эти попытки, пытается раскачать, делает двойные движения. А Бьянке так, две трети силы, бежит по одной прямой и не создает сложности защитникам Интера. Классным защитникам Интера. В управлении передач они перекрывают, и уже не раз это было. Просто, даже не опекая его особенно, а просто становится на пути мяча, на пути возможной передачи. Еще один удар, если не ошибаюсь, Усмана Дабо поворотом приходится в кого-то из полузащитников Миланского клуба. И, кстати говоря, ему приходится, это не тавтология, это, скорее, игра слов, приходится довольно-таки тяжело после этого удара. По-моему, Манишу попало. Вот, ну, знаете, когда стиль минимализма переходит в привитимизм, это уже немножко неприятно. Вот Лацио показывает, что у них есть два варианта. Или дальние удары, да, или вот эти навесы с фланга. Но, может быть, Интер заставляет играть именно в этой манере. Ну, Алидес мы сегодня не так заметим. Знаете, Киеву хоть и... Да, я хотел поправиться, просто не прерывал вашу мысль, Андрей. Конечно, это было не Манишу, а Киеву. И, кстати, у него-то плечо травмированное. Помните, сколько уже разговоров, что не хочет он и операцию делать до чемпионата Европы. И именно сюда пришелся удар. И действительно, может, могут потерять полузащитника. Определяющего игру, кстати, сборной Румынии. Да, и вроде ничего не произошло. Повернулся он спиной, видимо, в больное место попал. Мяч... Можно его понять, конечно. Делаешь операцию и на определенное время выбываешь из игры. Тем более плечо, вещь очень капризная. Но благо, что не в хоккей играют команды. Хотя контактной игры очень много. И наверняка приходится ему плечо это задействовать в борьбе. Но чаще всего это травма вратарей. Все-таки суставная сумка вот именно плечевого сустава. И чем плохо это, что это рецидивная травма. Очень часто, если она случилась один раз, то повторяется. Я помню, вот Андрей Новосадов, ну, просто страдал от этой травмы. Очень часто, находясь в оптимальной форме, выполняя какой-то прием, повреждал. И вынуждал пропускать большие сроки. И это очень сильно выбивало из колеи. Будем надеяться, обойдется. Пока что ушел он за поле. Бьянки что делает? Получает мяч на фланге, держит его, скидывает. И все это под контролем защитников интер. А Рокки, смотрите, нашел все-таки возможность для передачи. Хотя не очень для него был удобен этот пас. Опять же, неэстетично, да? Как-то коряво в подкате. Но этот мяч достал, вывернул, вернул, сохранил на команду. И опасный момент, может быть. Неплохо в штрафной. По-моему, похороми. И навес. Довольно сомнительный все-таки навес. Парадок. Ну, разве это второй Киво, скажите? Это первый Раду. Как его называют там. И пророчит ему такое хорошее будущее. Может быть, через несколько лет, если адресоваться украинским источникам, он станет верховным Раду. Ну, арендовали его у Бухарестского Динамо в январе месяце этого года. И действительно интересовались этим футболистом не только начальники Лациали, но и другие итальянские клубы. Восемь матчей он сыграл пока за свою новую команду. Снова попытка дальнего удара. С лету. Сильвестр бил поворотом. Перехват мяча. Майкон на ход Ибрагимовичу. Тот так, бросив голеностопом мяч на ход Манишу, открывается сам дальше в зону. Станкович. Станкович все видит. Вот чем хороший этот футболист, посмотрите. Он даже ведет мяч, опустил голову, но перед этим успел дважды посмотреть, что там творится в штрафной, на противоположном фланге. А здесь фолк. Котком по нему прошелся защитник. Совершенно непонятно зачем. Ну, может быть, остановился резко и Раду в него врезался. Это как раз подчеркивает способности этого крайнего защитника левого. Ну, может быть, просто Румыния ближе к Италии, и поэтому там просматривают. Во всяком случае, мы сами сейчас столкнулись с Игорем Симутенко. Мы только что были на турнире в Италии, где выиграли первое место. Кстати, сборную Румынии обыграли 5-0. Вот, 93-го года футболисты. И приехали смотреть нападающего румын, как раз представителя Милана там. Ну, после того, как мы их обыграли, записали двух наших футболистов. И Сашу Козлова, и еще одного игрока из Тольятти Сипатова. Поэтому будем надеяться, что не только Румына будет в серии А, но и наша поросль вот после этой подачи внимательнее защитники. Кстати, очень хорошая подача. Здесь толкали уже болото. Вот у меня вопрос, Алексей. Вот почему все время выигрывают вот эти подачи защитники? Вот что нападающие? Менее агрессивные? Ну, как правило, чаще, вот по статистике, опять же, к которой мы сегодня по ходу матча обращались, все время, там, в одном случае из пяти только выигрывают нападающие. В четырех остальных защитники первого мяча. Вот где корень? Вот сколько на тренировках не работаем, сколько не придумываем различных стимулов для того, чтобы нападающие боролись за каждый мяч в стопроцентной отдаче, никак не получается повысить этот коэффициент. У меня есть одна идея на сей счет. Просто, когда играет нападающий в чужой штрафной, то защитник его чуть-чуть придерживает, борясь за позицию. Нападающий этого не делает, как правило. А может быть и зря. И вот в этой борьбе защитник всегда выигрывает. Он или руку на плечо положит, или зажмет подмышку руку нападающего. И поэтому это незаметно все, но мешает форвардам. Или просто поставит ему корпус. И надо через груду тел буквально идти нападающим. Опасный момент между тем. Болото забирает мяч после удара Ибрагимовича. А, Маниш, после Ибрагимовича дал Манишу пас. Здорово, посмотрите как. И здесь на исполнение исполнял Маниш. Но, мне кажется, немножко испугался сейчас. Замахивался до удара подъемом. Потом в последний момент развернул стопу. И щепой уже пытался направить мяч в ворота. Но болото на месте. Втроем его накрывали, может, поэтому испугался. Ну, вот, наверное, я очень часто подчеркиваю, когда идут поперечные передачи. Вот поперечные передачи имеют право, имеют место быть только в штрафной. Когда вот эта заключительная передача под удар. Потому что ее легче всего накрыть. Так вот, сейчас Ибрагимович стелил мяч партнеру. И вот все равно едва-едва не накрыли этот удар. Три сразу игрока из разных точек не успели. Чуть диагональ сделай назад. И Маниш бы бил без сопротивления. Он такую позицию уже занял. Ну, кстати, соглашусь с вами. Пока мяч в центре поля, мы можем еще немножко порассуждать. Рокки боролся и отборолся. Мяч у Добо. Добо на Пандева. По поводу сопротивления. Вы знаете, работая в клубе, вот я помню еще в Торпеды Зил, ФК Москва, наоборот, подбирали упражнения для нападающих, где им разрешали нарушать правила, прихватывать руками в штрафной, во Вратарской. А защитникам запрещали это делать, для того, чтобы повысить вот эту агрессивность и возможность выиграть мяч. Нет, все равно защитники у нас во время стандартов, как правило, выходят победителем. Вот смотрите еще раз. Угловой. Наверняка будет подача, потому что Лацо играет в этом стиле. Вот и снова защитник. На ближний угол Вратарской. И снова защитник. Добо снова бьет. Кстати говоря, обратите внимание, на подборе у чужой штрафной очень хорошо играет Лацо сегодня. Перехваток много, атаки начинаются из этой зоны. Но это опять же закономерность. Посмотрите, как плотно располагаются защитники Интера, закрывая все голевые зоны. И там остается всего один футболист, который может на этом подборе сыграть. И поэтому... И все равно должен кто-то его закрывать. Очень сложно. Сразу закрыть и все зоны, откуда забиваются мячи. И не так много, но они есть. Две основные, и там еще три, откуда летят мячи обычных створ. Может быть, вот в этом суть, что два удара сейчас Лацо нанес по воротам Интера, и оба пришлись в обороняющихся. Конечно, но при такой плотности игроков, которые закрывают эти зоны, у них есть возможность, пока мяч летит к этому игроку, который будет добивать издали, перекрыть направление ворот. И даже находясь на почтительном расстоянии от него, от этого игрока, бьющего, они не дают возможности попасть в створ. Бить некуда, там везде люди. Единственное, что сложность, если мяч пролетает вратарю, очень уже тяжело среагировать. Третье угловое минуты за две у ворот Интера. Опасно. Бьянке сейчас, я же говорил, должен был выиграть. Выиграл, срезал его туда дальше, но потом снова защитник выбили и штрафной. До Сильвестры довольно долго мяч обрабатывал. Добой делает ротольную передачу и обрезает. Ибрагимович справа. Креспа бежит. Сейчас мяч, наверное, получит все-таки. Ибрагимович решил все сделать сам. А Креспа молодцом отработал эпизод. До последнего бежал. Сколько? Метров, наверное, 70, да, Креспа? Пронес. Рывок максимальной силы. Сейчас восстанавливается ему какое-то время. Придется. Иногда бывает достаточным, чтобы забить гол, просто добежать в нужную точку. Вот если сил хватит, даже мастерства уже, может быть, не нужно будет. Просто прочитать, куда мяч может отскочить. Так, может быть, это и называется как раз мастерство? Разумеется, одна из его составляющих для нападающих. Так уж точно. Я понял вашу мысль о том, что особой техники, особого старания и умения не нужно будет именно в техническом плане просто подставить ногу достаточно. Но вот комбинация. И вот про что я как раз говорю. Не хватает вот этого разнообразия, тонкости, немножко передачи. Тот же Ледесма, который сейчас исполнял пас, ну, никак у него не получается найти адресата. А сейчас Болото прочитал направление возможной передачи. Она была очевидна, в общем-то, прямо скажем. Ну, как и в ситуации у противоположных ворот, когда то же самое сделал Нельсон Ривас. Читался этот пас, конечно, он должен был туда пойти именно. Может быть, какого-то еще отвлекающего маневра не хватает. Не инвалиды же играют. А что, сейчас не было применения игры. Рокки с мячом, удар! И 1-1! Ну, мы с вами не видели Рокки в момент передачи. За кадром остался он у нас. Но, тем не менее, Рокки своего добился. Вознагражден за труды, постоянные труды, в течение вот уже 50, почти 9 минут этого матча. 1-1! Все начинается сначала. Томазо Рокки сравнивает счет. Неужели не было положения вне игры? Даже в кадр он не попал в момент выполнения передачи. Посмотрите еще раз. Наверняка нам повторят. Смотрим. Ну, если и был, то какими-то сантиметрами. Своего тела. Времени у него, конечно, было фатально для Интера. Просто очень много. Вагон и маленькая тележка исполнил неплохо. Посмотрите. Посмотрел. Сделал паузу. Два ложных движения даже. Да уместились. И уложил прям в прикидочку со сканчика. Но не повезло, по-моему, Сезару. Он на ногой еще перескочил. Ну что ж, будем считать, что Интеру, простите, Лацио воздалось за тот эпизод штрафной. Все-таки по сумме этих двух моментов, наверное, один мяч римский клуб заслужил в этой встрече. А Интеру, ну, в общем, небольшой урок, что все-таки, забив один гол, не стоит вот так вот откатываться на свою половину поля и переставать совсем рассчитывать на атаку. Майкон со свойственной ему обводкой опять остановился, выждал. Теперь двоих собрал уже. Заработал угловой? Да, похоже, что так. Судя по жесту защитника, атаковавшего угловой флаг, нога осталась. Нельсона Ривеса, судя по всему. Нет, Майкона. Ривес чуть дальше. А кто? Хребари сделал передачу. Вот передача-то неплохая была исполнена завтра, но всем. И именно так, секунда в секунду. А теперь все надо Интеру начинать сначала. Напомню, что неплохой удар Златана Ибрагимовича. Но в контакте с защитниками он его наносил, и шансов все-таки переправить мяч в ворота у него было не очень много. Кстати, Кребари или Кребари, вот именно он и работал с Ибрагимовичем. Причем руками еще даже так все активно помогают. Вот о чем мы говорили, Ибрагимович ты до мяча пытался добраться, а защитник его туда не пускал. Всеми возможными средствами. Кстати, суди к этому относятся довольно лояльно. Почти все арбитры. Ну, не назначили же пенальти за каждый угловой. Так вот тоже интересно, почему здесь судьи на стороне защитника. Ведь задача защитников намного проще. Ему нужно только чикнуть, цикнуть, коснуться мяча, дабы изменить направление полета и помешать. Нападающему нужно не только этот мяч достать, но еще и направить в сторону ворота. Это намного сложнее. Еще и вратаря обыграть, то есть удару придать силу, направление. Ну, а на чьей стороне суди находится, когда тактически фолл команда допускается? Нарушая правила на чужой половине поля, потеряв мяч. Нет, нет, нет. Это другое. Это развитие игры. А это конкретная борьба, где 50-50. Пока вот много борьбы. Опять же, Рокки свои активности заставляют нарушить правила. Ну, Томазо заслужил этот гол, согласитесь. Смотрите, здесь на Бехрами нарушали правила. И Рокки подставляется очень здорово под Киевом. Ну, честно, я стараюсь не брать свисток никогда, чтобы судить эпизоды или матчи. Но вот все равно создавать это всегда сложнее. Вам скажут любой творец. Поэтому, мне кажется, арбитры должны быть на стороне нападающих. И вот даже здесь видно, что идет на фолл. Зарабатывает сейчас швейцарец Бехрами фолл для того, чтобы просто сохранить мяч для своей команды. Ну, и правильно делает Розетти, что свистит. Пытался отобрать, не дотянулся, все, фолл. Надо быть на стороне создающих. Естественно, все-таки, чем будет выше результативность, тем интереснее, тем кто смотрит. За что американцы не очень уважают, как они говорят, сокер. Мало голов забивает. То ли дело баскетбол. 123 на 115 счет. Все довольны. И пропавший где-то в центре поля Кристиан Ледесмо. Аргентинский полузащитник Лацу. На вес. Центр штрафной зависает красиво в воздухе. Нельсон Ривас. Дабо очень хорошо из-за спины выскочил у Эрнана Креспа. Если мне не изменяет зрение. Это очень опасный момент. Рикошеты достает каким-то чудом. Сейф. Жулио Сезар спас свою команду. После рикошета. Вот два самых активных футболиста. Они, наверное, больше всех заслуживают. Бахрами сейчас освободился, сместился. Справа и нанес удар. Но Сезар, конечно, после рикошета вытащил сложнейший мяч. Сейчас Ривас опять чуть-чуть запоздал. Ножку сунул поздно. И от его ноги едва мяч не влетел в ворота. Еще один угловой. Целые письмена на руке у Бахрами. Вытатуированы. Не, ну вот так вспоминая эпизод, когда Рокки получал мяч за спиной. Ну, это мы уже видели. Как под копирку, да? Пятый эпизод. Опять на подборе с Мандабо. Ну, может быть, попадет он в какой-нибудь третьей, четвертой попытке. Все-таки поворотом. Все-таки мне представляется это несколько опрометчивым. Что он раз от разу получает мяч в убойной. Ну, не то, что в убойной, но, по крайней мере, в опасной позиции. Хименес готовится. Креспо. Дождался своего звездного часа. Место в основном составе. Выходит, да, Хименес. С конспектами в руках тренер ему объясняет, что нужно делать. Мы по поводу Лидес мы говорим. Ну, не видно его. А голевую передачу, мне кажется, все-таки, то он сделал это в его стиле. Так, из зоны полусреднего, практически от центрального круга, выполнил передачу. Причем, он закидывал мяч и даже крутку мячу делал на себя, чтобы он не ушел к вратарю, а опустился прямо в ноги к Рокке. Я думаю, что мы увидим еще повтор. И было бы интересно посмотреть. Может быть, и в этом ценность. Незаметен-незаметен, потом раз выложил вот такую передачку. Еще одну выложит и выиграет Лацо. Пока 66-я минута, 1-1. Футбол-то интересный. Но вот я не знаю, что с Тинтером. Почему они так играют? Или, может быть, им нравится такой футбол? Такое впечатление, что результат их устраивает. Хотя это не так. Конечно. Три очка от Ромы. Какой удар! Позволили чуть не до штрафной дойти. Раду? Раду. И снова ногу только Майкон подставляет. Да нет. Ну, там метра-полтора. Мне кажется, будет все равно. Безопас такой. Хороший. Кеменос появляется на поле. Вместо Манишев. Ну, довольно естественно. Хотя, кто теперь будет опорного полузащитника играть? Кристиан Киву, наверное. Ну, Киев и Занете будут там располагаться. Кеменос чаще просто, наверное, подключаться будет в атаку. И он ближе к флангу играет. Ну, скорее всего, да. А могут немножко и заставить поработать, оттягиваясь или Ибрагимовича, или Креста. Ну, по крайней мере, он такой живщик, резкий, быстрый футболист комбинационного склада. Хотя Маниш тоже в Кринске может быть передача. Для меня вообще открытие. Открытие этого сезона, во всяком случае, первого круга, это однозначно. То есть, он перешагнул свой уровень. Да, его и до этого было видно, там, знали. Но, вот, как он заиграл в этом году, Кеменос, ну, опять же, у каждого свои любимчики, свои футболисты. Но мне всегда нравились футболисты думающие, такие живые, могущие очень многое с мячом, а в то же время тонко понимающие футбол. И не только индивидуально тащащие на себя одеяло, но и умеющие сыграть для команды, когда это очень нужно и очень остро необходимо. Но, в то же время, игроки, которые могут изменить ситуацию на поле, когда команде тяжело за счет индивидуального мастерства. Вот этого не хватает. Честно, опять же, можете обижаться, можете нет, уважаемые любители футбола. Не хватает нашему чемпионату. У нас не так много вот таких тонких футболистов, которые, ну, отличаются от других, скажем так. Лица не общим выражением, как в классическом произведении было сказано. Осман Дабо получает желтую карточку. Чуть-чуть запоздал он с подкатом. Передача, кстати, уже прошла, можно было игру не останавливать. Может быть. Но Роберто Розетти принял другое решение. У меня есть. Да, это очень неприятно. И уходил уже Киев от этого вправо. Кристиан Киев. Но он все равно, смотрите, так ножку поднял в район колена. Нет, не уйдешь. Еще одна замена. Он наиграл, в принципе, Дабо на желтую. Дабы красную не получать, может быть, стоит чуть аккуратнее. Дабо красную не получать, Дабо нужно быть аккуратнее. Аккуратнее в этих эпизодах. К Брагимовичу ходит. Но он хромает. Помните, говорили мы о том, что у него травмы. И даже доктора просили не нагружать его. Роберто Манчини принял другое решение. Ну, вот сейчас вынужден заменить. Солзовы идет или? Судя по всему, да. Но, знаете, сейчас вообще может все поменяться. Потому что другие футболисты вышли в другой футбол играющий. И может все по-другому быть. Креспа-то он там будет. Он будет на острие. Но вот Химена и Суазо, они очень такие разнообразные. А вот удар. Попади называется. Попади гол. В полуприседе болото остался. Но, может быть, видел, что мяч в ворота не летит. Довольно далеко был, да, до ворот? Киеву. Знаете, вратари особенно опытные на тренировках. Ну, не любят, правильно? Прыгать и падать за многими мячами по Сулаеву. И этот, этот говорит, я мяч вытащу, там бьют по воротам. Раз в штангу, раз рядом там пролетает. И там этот вытащу, этот чувствую. Это такое чутье ворот. Обычно шутят нападающие, когда забивают раз за разом мячи на тренировку. Таким вратарям. А в игре преображаются. И вот очень четко как раз чувствуют размер ворот. И любой мяч, летящий створ, пытаются и достают его во время игры. А все пролетающее мимо, вот так в полуприседе провожают взгляды. Но было бы забавно, если мяч юркнул бы в ворота. Конечно, тогда выглядел бы Болото, Марко Болото не так эстетично. А так все обошлось. Нельсон Ривас. Какая неплохая передача-то прошла почти что. Кристиан Киво теперь не возвращается назад вовсе. Перешел на позицию атакующего полузащитника. Получается так. Здесь фолл, наверное, не за то, что так высоко выпрыгнул дабу, а за то, что рукой, локтем отработал. Такую гометату, как говорят итальянцы, воткнул Киво. Смотрите, за это можно и красную получить. Сейчас очень жестко арбитры подходят. Учитывая то, что совсем недавно он желтую получил. Ну, во всяком случае, поговорит с ним судья и будет прав. Предупредит, что в следующий раз уже ему не спустят. Хотя удивляется. Усман Дабо делает невинные глаза почти с фразой «Какое небо голубое?» Что, мол, я делал? Мы-то с вами видели, что нарушение было очевидным и довольно грубым. Не жалею, не ропщу, не плачу. Да, здесь уже Киво, мне кажется, заплакать можно. Его за последние две минуты лупят сначала в ногу, сейчас по голове локтем. Причем все тот же персонаж. Да. И чувствую, мы Мудингая зовем, зовем на поле. Я в частности. Наверняка он появится. Но, во всяком случае, Эдельо Роси стоит задуматься. Еще полэпизода вот таких, и, мне кажется, может десятером остаться его команда. Только что нам Марко Матарацци показали до того, как Синишу Михайловича и Роберто Манчини мы увидели. Там целый консилиум. Матализованные средства доставки футболистов от бровки и обратно. Будем надеяться, что все-таки среднее ухо не повредил Кристиану Киву Осман Дабо. Хотя удар был очень болезненным, я полагаю. Вряд ли кто-либо захотел оказаться бы сейчас на месте румынского, будем говорить, полузащитника. Еще раз подчеркну, у него проблемы с плечом. И любое вот это столкновение для него, наверное, вдвойне болезненное, вдвойне опасное. Нам повторяют гол. Когда Болото остался, не пошел на перехват, на ближней штанге. Но может быть, конечно, здесь вина защитников, которые дали возможность сделать эту передачу. И ответный гол Лацо. Но здесь, наверное, Цезару было сложно что-то сделать. Все сделал своей передачей. И вот кто, пока что мы не выяснили. Нам показывают только финальную часть этого эпизода. Но паста действительно был удивительным. Мне кажется, все-таки аргентинец. Это в его стиле. Вот смотрите еще раз. И позиции его. Ледесман. Да, по-моему, это он. Ну и штрафной. С угла, практически с угла штрафной. Тут же замена. Веера появятся. Забили Киеву уже совсем это понятно. А этот человек может сам вогнать кого угодно по поясу. В поле. Как в былинах. Да. И вышел французский богатырь. Уж не через ли сломал Кристиану Киеву, Усман Добо. А здесь рукой придерживали, знаете. Суазо. Казалось, да. Или Нельсона Риваса. Ривас. Посмотрите. Веера уже здесь же был. Ну, это в рамках той борьбы, которая обычно ведется в штрафной. Ну, в каких рамках уже? Ривас просто должен был мяч в ворота переправлять. Смотрите. Приобнил, да. Приобнил его до Сильвестра. Это к нашей с вами полемике по поводу стандартных положений. Почему защитники выигрывают. Ну, мы же в футбол играем. А не борьбой занимаемся. Вот я вам как бывший борец говорю. Вольного стиля. До 14 лет боролся. И вот захват был по всем правилам. Я спорить не буду. Опасно. Вот опять очень спорно. С ВАЗО получал мяч на грани офсайда. Защитники были там. И скорее всего даже за линией. Смотрите еще раз. В момент передачи. Ну, был его партнер. А именно Эрнан Креспа вне игры. Метра на три, наверное. Хотя можно посчитать этот офсайд пассивным. А можно и нет. На усмотрение арбитра, как говорится. Бедному Манчине столько в этом году досталось. Сначала вроде бы арбитры помогали Интеру. Потом он постоянно десятером играл. Сейчас вроде нормализовалось. Давайте не будем трогать. Ну, играют. Играют две хорошие команды. Одна из них занимает 10 место. По-моему, 37 очков у ВАЗО. Другая первая. 68. А вот такого вот уровня по игре, скажем так, по организации командных действий, такой разницы особо и незаметна. Почему? Вопрос, наверное, главным тренером команды. У АЦУ 38 очков и у Интера 69. Если матч так и закончится, будет 69. И не сумеет Интер увеличить разницу от Ромы. У Эли. Ну, я говорю, если. Вера. Хименес. Разбегается. Вот, посмотрите, в отличие от нападающих ЛАЦУ, нападающий Интер разбегается. Но результат-то тот же. Перехват. Все равно втроем против семерых игроков ЛАЦУ атаковали гости. Маловато все-таки. Как бы не мастеровит был тот же Хименес и его партнеры. Да, Сильвестр опять, посмотрите. Сам себя два раза обыграл. 18-ю подачу будет выполнять, наверное, все-таки Сланга. Оп. Потому что другом, наверное, не обучен. Пытается заработать. Панди его отдал. Ривас. Ривас головой, конечно, хорош, да? Вроде не намного выше, чем другие. Тот же Бурдису, но все мяч выиграет. Ай-яй-яй, Крестов. Ну, нет такой тонкости. Зачем? Ну, просто сохрани. Отыграйся еще назад, а потом твой партнер выполнит передачу уже на ход Суазо. Вторая потеря подряд, и мяч у Интера не задерживается. Тем более, если бы даже досталась эта передача Суазо, против него двое защитников было, вряд ли он бы смог бы сделать. Ну, нас могут опять с вами критиковать многие Суазо более правильно. Ну, называйте, как хотите. Мы понимаем, о ком мы говорим. Но очень уж быстро мяч переходит от черно-синих к игрокам Лацо. Посмотрите, одна потеря за другой, даже до штрафной не доходит. Атаки Лацо так накатываются, как по картине Айвазовского. Девятый вал. Валят и валят. Посмотрите, и мяч туда на самом деле заваливает штрафной удар. И все тот же Томазо Рокки наносил удар с лету и выбрасывался на этот удар, заслуживший, по вашему мнению, уже не одну замену, а несколько. Сейчас будет интересно, если он забьет решающий гол. И в негре-то опять такой на самой линии открывался, упадающий. Этот момент красивый был. Панди в себе в ногу попал. Пробрасывал туда дальше. И высказывает ему справедливые претензии. Бахараню муха оставить ему под удар. Был и такой вариант. Слишком многого они хотели. И так получилось очень красиво. В касании атака с тремя-четырьмя передачами довольно редкая. Большая редкость по этим 78 минутам этого матча. Для Лацо, да. В общем, и для Интера тоже. Делю Роси, Делю Роси, все. На Сильвестри очередную свою подачу выполняется фланга. Как китайские предупреждения в свое время было. Очередное 385-е китайское предупреждение. Вот такая же дежурная подача справа фланга. Успокоился. Ну, по канонам же он играет. В принципе, крайний защитник, дойдя до штрафной, должен сделать передачу штрафную. На уровне этих команд можно уже и от канонов отходить. От этих штампов, правил, догм, норм, постулатов, границ, я не знаю. Это уже большие мастера, которые играют в серии А. Которые, ну, должны играть красиво. Ну, они играют красиво. В секс-сучье умно. Да. А не стандартно. По 80-й минуте, наверное, уже усталость, она сказывается. И продукты распада гликогена, вот эта молочная кислота, как ее называют. Вот лактат в крови таков, что мужичок уже не справляется. Выбираются правильные, наработанные, стандартные решения, которые до автоматизма доведены. Как я соглашусь с вами полностью, крайне защитник. Подключился, дошел, подал, главное не обрезать. Ну, разве можно после этих терминов с вами спорить, Андрей? Мне не хватает научной подготовки. Ну, я вам рекомендую, высшую школу тренеров. Пока лицензию C или D для детских тренеров начните. И там очень доходчиво, вздумчиво объясняют. И, Алексей, на самом деле, вот просто даже прийти послушать лекции очень обогащает. Я вот, например, когда тренеры про проходят обучение, уже второй раз сижу, слушаю. Лицензию-то не получаю, но просто сижу, слушаю, впитываю для себя. На пользу вроде бы идет. Перехват. Очередной перехват лавцем на чужой половине поля. То, о чем вы говорили. Кстати, что в первом тайме было достаточно этих перехватов. Второй, возможный пенальти, не назначенный на Биахроми. Но сейчас, наверное, все-таки далековато был мяч. Он дотягивался, да, первым до него. Защитник нарушал, цепляя ногу. Но он с мячом-то ничего не мог сделать. В том моменте он наносил удар поворотом. Там, если уставить пенальти, то можно. А здесь, смотрите, он его просто дотягивается первым и сразу падает. Если опасности не было для ворот. И тем более еще и на границе штрафной, а не в самой штрафной. Но все равно мог бы судья поставить, конечно, это штрафной. Не пенальти, конечно. Я бы еще обратил внимание на то, что стремится Рокки играть в касание. Все время. Получая мяч, пусть даже спиной к воротам, он сразу находит партнера. И таким образом не дает защитникам опомниться. Но это не удар, конечно. Все силы затратил на дриблинг. До Сильвестра нам показывают. По-моему, он травму получил. Но он просит замену. Но мне кажется, это объяснимо. Столько, сколько он пробежал и подал, мне кажется, уже пора. По-моему, он просто не может уже бегать. Он удар, наверное, какой-то получил. По крайней мере, хромает. И снова Бахрами. Вот у него сил еще в достатке. Рокки снова Бахрами. Бесхитростно, опять-таки, в стиле До Сильвестри. В защитниках. Майкон подхватывает мяч. Патрик Вейера как-то безответственно отнесся к этой передаче. И вот тут нарушение было очевидно. Это Ледесма. Но пока замены не делает Делио Росси. Он все видит, в курсе. Расхаживает в этой своей тренерской резервации. Нет, кто-то раздевается. До Сильвестри и Бьянки нужно менять. Надо отправить ему телефонограмму. Ну, он должен, в принципе, и сам догадаться. Ледесма у мяча. Конечно, вы понимаете, что мы шутим. Не очень любят болельщики, когда указывают тренером. Осман Дабо. А вот какой удар! Перекладина! Должен был к концу игры пристреляться. Раз в 70 уже пробил. Я скромно промолчу. Я же сказал, что он попадет все-таки рано или поздно. Ну, вот уже в створ. Уже в перекладину. Но повезло сейчас с Эвером. Что мяч отскочил не в ворота, а в поле. И что на подборе три футболиста сразу, Лацов, смотрите, устремились. И на противоходе были пойманы. Так мяч им за спину отскочил. Вот еще раз. Ни одного защитника не идет. А куда мяч-то отскочил? Все-таки за линию или гола не было? Нет, нет, гола не было, мне кажется. Смотрите, еще раз. Да, совершенно верно. Более чем не было. Метр другой даже. И до Сильвестре уходит. То ли уставший, то ли травмированный. Мы еще раз смотрим этот удивительный удар. Добу не шелохнулся. Жулио Сезар. Знаете, а честно, вот тут многое бы отдал, чтобы посмотреть, как наблюдать за этим матчем Тотти. И вот его реакцию на этот эпизод. А то сказал, не будет болеть за Лацова. А вот на самом деле сейчас наверняка так... Сердечко екнуло. Да, екнуло и расстроился так. Может быть даже вскочил немножко со стула. Ах! Ведь потеря очка. Третий номер. Александр Каларов. Болгарский защитник вышел. У римского Лацо. Но пока что ни те, ни другие игру не форсируют. Такое впечатление, что и Интер, и Лацо этот результат устраивает. Задаю вопрос. Может быть у вас другое ощущение, уважаемые болельщики? Задаю! Интер не атакует. Отходит опять назад. Играет точно так же, как и при счете 1-0. Сейчас интересно, да, у Лацо? Один болгарский фланг оборон, другой румынский. Посмотрим. Привет восточному блоку. 84-я минута, 1-1. Занэти будет бегать сколько угодно. Мне кажется, так же, как в Мальдине. Опять мяч получил, сохранил. Попытался найти адресат. Не нашел и попроще его туда, вперед. Хотя был вариант с передачей в центр с развитием атаки. Не стал рисковать, да. Вот там была возможность перехвата. Я видел, что открывался под него. По-моему, Хименес, да, высшую замену. Или это все-таки... Станкович. Станкович, да, пошел туда, к нему поближе. Ну, что значит топит? Развернул в линию и по канонам, кстати говоря, и сыграл. Как должен в такой ситуации играть крайний полузащитник. Длинная высокая передача вдоль боковой линии. Не выглядит расстроенным Роберто Манчини. Отнюдь. Вот интересно, попадя сейчас в ворота Асман Дабо. Возьми он сантиметров на 10 ниже. Каково было бы выражение лица у Роберто Манчини? Мне кажется, там даже трех-четырех хватило бы для того, чтобы отскок был уже за лизу в ворот. Если бы на 10, то там бы мог Сезар выручить. Все-таки сегодня он продемонстрировал свое мастерство. И вот говорят, что он вырос до уровня топ голкипера. Вот, наверное, этот матч подчеркивает. Но вот, мне кажется, Бехамин должен был получить эту карточку намного раньше. Вот сколько он сегодня раз нарушил правила? Помните первый тайм? За 18 минут первый... Ну, в общем, это не баскетбол. Тут количество фолов не удаляют и не наказывают. А это нарушение, мне кажется, не тянуло. Нет, нет, нет. В рамках есть как раз. Три нарушения, три предупреждения. А он так, мне кажется, каждые пять минут, но атаки срывал Интер. Напоминает стародавние три корнера пенальти. Это у нас тоже во дворе, кстати. И сейчас сохранено. Вот время от времени выхожу играть. У нас то же самое. У нас угловых нет. Три раза мяч уходит от защитников. Бьют пенальти. Это у кого как. Интер все-таки лениво, но перебирается на чужую половину поля. Вот, наверное, вы правильно охарактеризовали, Алексей. Вот на самом деле лениво. Я очень не люблю слово вальяжно, когда вот только даже проблески такой вот вальяжности появляются. Особенно у футболистов у нас в сборной. Сразу пытаюсь как-то изменить и работу, и игру, и атмосферу в раздевалке. Вот у Интера, мне кажется, весь второй тайм в такой атмосфере проходит. Ленивости на поле. Ну, вальяжность предполагает некий превосход, превосходство такой, некий снобизм. А все-таки лень – это свойство, которое присуще любым категориям населения и футболистов тоже. О превосходстве сейчас говорить, наверное, не приходится. Даже наоборот. Лацо сейчас доминирует на поле и по количеству моментов, и по контролю мяча, и по желанию. Это видно в каждом эпизоде. Не сыграла, мне кажется, замена Ибрагимовича на Суазо, но была она вынужденная, судя по всему. Ибрагимович тоже прихрамывал, уходя. Мурдису пошел вперед уже. Патрик Вьера вроде вышедший, хотя предполагалось, что у него тоже повреждение некое, да, мы о нем и говорим. Тоже как-то довольно с прохладцей передвигается по полю. Знаете, я уже четвертый матч вижу после, наверное, Нового года. Я вообще не видел, чтобы он рисковал по полю. Посмотрите, все вот в таком темпе, на классе, на мастерстве, может быть. На длине ног. Отдал мяч из поклонника, как катится там, на радиусе штрафной. Специально под угловой подбирался Станкович, но Штефан Раду этой малости ему не предоставил. Придется вбрасывать мяч из-за боковой. Майкон. Но стандарты мы тоже видели, когда один освобождает зону, другой у него за спиной открывается. Вот сейчас будут выполнять или лень даже будет побежать двум игрокам Интера, дабы получить этот мяч. Но между тем осталось-то одна, ну полторы минуты максимум. Виера добирается до мяча, но попутно нарушает правила. Кстати говоря, еще одна деталь, возвращаясь к тому разговору, что судьи охотнее видят штрафное нарушение со стороны нападающих. Обратите внимание. И гораздо реже со стороны защитников. Ну понятно, надо принимать решение почти судьбоносное в футболе. И как на них посмотрят президенты клубов, если назначить пенальти вот за такой фолл штрафной. Дальше вопрос. Вот Бьянки покидает поле все-таки. Ну значит Лацио хочет сохранить результат. А выходит Игутаре. Это албанец? А по поводу нарушений, но во всяком случае о неназначенном пенальти они будут спорить. Их можно не назначить штук 10. А вот о назначенном спорить будут по-любому. Поэтому можно понять, конечно, арбитров, когда... Ну, дабы не создавать прецедент для инцидента, просто не свистят и разводят руки в сторону. Албанец Иглитаре. Метр девяносто два, кстати. Что на последних минутах, наверное, особенно актуально. И довольно пожилой уже. Ему 34 года. Вот-вот, я так вспомню просто. Рукой сыграл. Балест Интера. Приехал-то он давно, да, в Италию еще? В 2001 году уже играл. За Брешево. За Болонию. А потом за Латсу. Довольно постоянен в своих пристрастиях. Но если футболист надолго задерживается в команде, это говорит только в его пользу, на мой взгляд. Ну, как правило, он выходит на замену. То есть, и больше 10 мячей это ни разу не забивал. Ну, хотя, знаете, 10 мячей для серии А это много. Даже для российского чемпионата 10 мячей это приличная цифра. Не, у нас вообще с 14, как правило, лучше ломбардировали становись. После того, как Веретенников ушел, Кереченко стали меньше времени давать. Хотя он и был самым забивающим игроком, находящим на замену. Опять Бахроми фалит. И очень даже грубо. Мало того, что подкосил Максвелл, еще и наступил на него. Причем видится в этом некая предвзятость. То есть, не кажется, что наступил он нечаянно. Впрочем, я могу ошибаться, конечно. Нет, нет, противный, противный в этих вот эпизодах этот футболист. И это уже его игровой почерк. Мне кажется, даже поклонники Интера еще больше, наверное, видят вот эти микроэпизоды. И не очень хорошие в исполнении игроков Латса. Но если сказать, что это воспитанник Югославской школы футбола, а Косово только сейчас получил независимость, да и то непризнанную многими, то, в общем, свойственно. Это и Южная славянская школа футбола вот такие вещи. Может быть, не в футболе, а по большей части в баскетболе. Две минуты осталось компенсированного времени. И, в принципе, Интер довольно часто забивает на последних минутах, да? Вот помимо 20-ти минутки. Так что будем надеяться сейчас, что мы еще сможем увидеть мячи забитые. По-моему, что называется, отмстили. Максов Баргей подставился, да? Бахрами лежит. Видимо, досталось ему уже в ответ. В состоянии Гроги находится швейцарский полузащитник. Ну, совершенно точно. Отдал он мяч, смотрел, куда сделал передачу, не видел соперника, а тот встретил его. Хоккейный корпус. Корпусом. А если не видишь, ну, скажем, когда пускаешь голову в хоккей, и в тебя врезается, это очень болезненно. Ну, заканчивается у нас матч, осталось совсем немного времени. Не грех напомнить, да, что Эрнан Креспа забил первый мяч на 11-й минуте с передачи Майкона. После красивой стеночки с Дежином Станковичем. Но ответили футболисты Лацио точным ударом Рокки, который, в свою очередь, получил такую радиоуправляемую передачу от Ле Десна. Ну, расстроятся, наверное, поклонники Интера, что не завоевали так нужные им очки. Но, наверное, стоит вытешение сказать, что футбол это всего лишь игра. И не стоит так сильно расстраиваться. Три очка по-прежнему между Интером и Ромой. Рома лидирует в чемпионате Италии, Интер лидирует Рома на втором месте. Ну, а этот матч помогали вам смотреть Андрей Талалаев и Алексей Осин. Удачи в игре и счастливо. Всего хорошего.